В течение 3 февраля в Восточной Пруссии наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населенных пунктов, и среди них Шпитенен, Айхорн, Грона, Зоммерфельд. Северо-западнее и западнее города Шнайдемюль наши войска с боем овладели городами Фройденфир, Шлоппе, а также заняли более 40 других населенных пунктов, в том числе Ягдхаус, Клавитерсдорф, Рушендорф, Мелентин. Северо-восточнее и восточнее Франкфурта-на-Одере наши войска, продолжая наступление, овладели городами Витц, Зоненбург, Циленцик, Репен, Штернберг, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов. Юго-восточнее Кюстрина наши войска окружили в лесах значительную группу немецких войск и после упорного боя полностью разгромили ее, захватив при этом следующие трофеи. Орудий – 163, минометов – 55, пулеметов – 167, автомашин – 1626, мотоциклов – 500, подвод с военными грузами – 200. Взято в плен 9450 немецких солдат и офицеров. Восточной Пруссии наши войска продолжали наступление. Части Эннского соединения в ходе ожесточенных боев сломили сопротивление немцев, засевших в железобетонных дотах, и заняли населенный пункт Шпитенен, находящийся в трех километрах к западу от города Бартенштайн. Другие наши части продвинулись вперед до 15 километров и ведут бои на подступах к городу Ландсберг, важному узлу шоссейных дорог. В этих боях немцы потеряли только убитыми до 6000 солдат и офицеров. Уничтожено 68 танков и самоходных орудий, 33 бронетранспортера и 50 полевых орудий. Захвачены трофеи, в числе которых 25 паровозов, 500 железнодорожных вагонов, 69 тягачей и 470 автомашин. Взято в плен 700 солдат и офицеров противника. Советские воины проявляют мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками. Бронебойщик Михаил Горячев, отражая вражескую контратаку, поджег два немецких танка. Экипаж самоходного орудия лейтенанта Катаруша, поддерживая наступление пехоты, уничтожил в одном бою четыре немецких пулемета, одно орудие, бронетранспортер и истребил несколько десятков гитлеровцев. Северо-западнее и западнее города Шнайдемюль наши войска с боями, продвигаясь вперед, вышли на подступы к городу Шлопе. Немецкий гарнизон, занявший удобные и заранее подготовленные позиции, оказывал упорное сопротивление. Наши подразделения отрезали противнику пути отхода, а затем штурмом заняли город Шлопе, узел шоссейных дорог и сильный опорный пункт обороны немцев. На другом участке наши войска овладели городом Фройденфир. Уничтожено до двух батальонов немецкой пехоты, сожжено и подбито 14 танков противника. Редактор субтитров А.Семкин